Урбан. Программа о городских проектах. Мы напоминаем, что программа Урбан сегодняшняя посвящена анонсу завтрашней. Мы анонсируем завтрашнюю дискуссионную площадку, которая инициирована Общественной палатой Кировской области совместно с Общественной палатой Российской Федерации. Тема дискуссионной программы «Что мы будем делать с мусором?» точно такая же, как сегодняшнего нашего Урбана. И пройдет эта дискуссионная площадка завтра с 15 до 18 в Большом лекционном зале Библиотеки имени Герцена. Она, собственно говоря, открытая, как нам сказал Андрей Усенко, в первом часе Урбана. Поэтому все welcome, что называется, но будет лучше, если вы поступите ответственно и зарегистрируетесь на сайте Общественной палаты Кировской области, либо просто позвоните в Общественную палату по телефону 64 54 30 и тоже так зарегистрируетесь. Ну вот уже коллеги ознакомились с теми участниками, которые будут завтра на дискуссионной площадке держать слово, что называется. У меня тоже, Настя, у меня тоже, я вижу скептическое такое лицо. У меня тоже есть вопрос, а где, собственно говоря, состоится дискуссия, потому что масса уступлений. А поговорить негде. Да, и чиновников здесь много, и общественников здесь много, и экспертов здесь много, профильных. И только полчаса в конце программы на обмен мнениями. А вот я поэтому сказала, что мне кажется, до шести часов это все не закончится. Закончится, потому что Андрей Леонидович Всевсенко очень грамотный и жесткий модератор. Это мы уже выяснили. Это мы уже выяснили. Вопрос в другом, кто нас услышит. Я сразу скажу нашим слушателям, что там будет Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области от начала до конца. Там будет Александр Александрович Галицких, секретарь общественной палаты Кировской области. Там будет Алла Албегова, министр охраны окружающей среди Кировской области. Там будут представители ОЗС, там будут депутаты. Доклады наши они выслушают. Готовы ли они будут вступить в дискуссию, готовы ли будут они воспринять критику. Вот, собственно, по результатам этой площадки мы узнаем. Со своей стороны наша радиостанция обещает, что обязательно всем участникам этого дискуссионного клуба мы пошлем приглашение на участие в эфирах радиостанции, для того, чтобы они отреагировали на предложения и на критические замечания. Вот кто согласится, это мы посмотрим. Игорь Владимирович Васильев никогда не отказывается приходить в эфир отвечать. А вот с другими чиновниками возникают у нас проблемы, в частности, вот как раз с теми чиновниками, которые отвечают за всю эту историю. Но мы посмотрим. Может быть, получится. Итак, коллеги, мы должны сказать, что в конце прошлого часа нам позвонил слушатель и сказал, что нужно, конечно, работать над нашим сознанием. Как мы относимся и к раздельному сбору мусора, и к чистоте вокруг. И он привел пример Германии, где колясочками люди вывозят, если у них там не стоят контейнеры, и везут на пункт приема, и макулатуру, и батарейки, и прочие-прочие-прочие отходы. И что над этим надо обязательно работать. И привели в пример отношения регионального оператора подмосковного RT-Invest. Андрей Шипелов, который гендиректором компании, это является, сказал, что они уже сейчас разрабатывают приложение для смартфонов, с помощью которого любой житель сможет контролировать как соседей, так и свою управляющую компанию. В случае нарушения правил раздельного сбора и транспортировки будут сообщать рекоператору об этом. Они собираются накопить достаточное количество жалоб и потом выходить с инициативой о введении очень серьезных штрафов. Что касается Москвы и Подмосковья, мы знаем, как там все происходит, они решили, они сделали. У них очень короткий срок происходит от момента принятия решения, сбора информации о принятии решения, до публикации закона и наложения очень серьезных штрафов. Это правда. Вот когда мы такое предложение зачитали, наша гостья Ольга Мамонова сказала, что это работать у нас не будет. Оль, почему такое отношение скептическое? Вы знаете, мы с вами должны быть реалистами и понимать, что каким-то одним волевым решением, пусть властным, пусть с помощью каких-то санкций, мы эту проблему не решим, мы людей не переделаем. У нас масса нормативных актов, которые не работают, масса ответственности, которые не привлекаются. Либо освобождаются ввиду малозначительности. Есть же такая возможность, по КАПу, например, ну бросил он не туда бумажку, ну что мы будем делать? Вот у вас возбудят производство, а потом его прекратят. Это лишняя административная работа. Кто этим будет заниматься? На кого это возложат? На правоохранительные органы? Ну давайте вот тоже смотреть. Правде в глаза они не справляются даже с серьезными преступлениями. Они не будут этим заниматься. Не будут. Даже если это уйдет на какой-то определенный этап, мы все равно столкнемся с проблемой исполнения. Это здравствуйте, уважаемые судебные приставы-исполнители. У нас на сегодняшний день вот каждый судебный пристав-исполнитель в производстве имеет порядка 500 исполнительных производств. Он физически не может за всеми угнаться. Плюс еще такая проблема. Должники наши довольно-таки хитрые люди, да, многие. И мы понимаем, что разъезжая на Лексусах или там Инфинити, да, они у нас совершенно безработные, неимущие. Не платят за квартиру. Да. То есть если человек, он по натуре не ответственен, а вот такие проблемы будут возникать именно с неответственными, да, людьми, с самонеорганизованными, то он и живет так же. Мы, ну, к сожалению, должны это констатировать. Давайте слово Анастасии передадим. Так что я могу сказать так, на протяжении двух с лишним лет мы ведем проект «Вятка без мусора». И, собственно, задача этого проекта – переучить людей на другое отношение к жизни и вообще другое поведение. И я скажу, что это работает. Потому что людей можно переучивать с разными мотивами. То есть кто-то мотивируется тем, что это там вредит экологии. Кто-то мотивируется тем, что за это какую-то денежку получить, да, копят вторсырьё там, сдают. Кто-то мотивируется детьми. То есть у меня есть вообще масса примеров, когда люди приходили к нам на мероприятия, экологические там, фестивали, и дети потом родителей заставляли переучиться, потому что у них сознание меняется быстрее, а у родителей гораздо медленнее. И если говорить про круговую поруку, то, что вот было озвучено, да, комментарий там с Подмосковья, с Москвы, то ведь это всегда работало у нас на Руси. И круговая порука, если кто-то что-то не делает, ему устраивают тёмную, мягко говоря, тогда, ну, то есть это, конечно, может быть, там нелегитимно так высказываться, да, но ведь не обязательно к этому привлекать судебных приставов там и всю эту систему. То есть достаточно с рекоператором просто какие-то налаживать вот эти вот информационные, так скажем, потоки, да, кто где что сортирует, а кто где не сортирует. И вообще, в общей сложности, если говорить, что, ну, то есть у нас ничего не изменится, и там всё так останется, так давайте будем сидеть и вообще ничего не делать. Давайте вопрос слушателям зададим. 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Готовы ли вы следить и за своими соседями в случае необходимости раздельного сбора мусора, там и наложения штрафов, если будет накладываться штраф на весь дом, который не сортирует, а вы сортируете, а ваш сосед нет? Готовы ли поставить на свой смартфон вот такое приложение, отсылать сведения рекоператору, территориальному оператору, да? Готовы ли вы следить за управляющей компанией, которая вывозит или не вывозит правильно ваш мусор? 211-101. Как вы думаете, такая круговая порука будет работать у вас в доме с вашими соседями или нет? А я можно? Вот тут новость в кассу от службы информации. Заголовок, вот он прям для нашей сегодняшней... Это наша служба информации. Наша служба информации. Кировчане зря сортируют мусор. Делают это постоянно или периодически. 40% участников опроса. Опрос провели УНФ и выяснилось, что... 20%? Ну, видимо, постоянно или периодически. 20% это, наверное, те, кто постоянно сортирует мусор. Это тот мусор, то есть это не то, что относят батарейки или куда-то, то есть это тот мусор, который выбрасываем мы. Выяснилось, что компания САХ, которая занимается вывозом мусора в Кирове, контейнеры для раздельного сбора мусора попросту больше не обслуживает, так как это нерентабельно. И вот как с этими новостями выходить к людям и говорить, давайте сортировать мусор? Но пока что в Кировской области никто не выходит из чиновников, да, ответственных с призывом сортировать. Это мы сейчас в Подмосковье, не забывайте, товарищи, приводили в пример. Хотя я бы хотела очень серьёзную вещь заметить. В ТЕРСХЕМе, страница номер 4, я прям специально её сюда принесла. Да, я вижу, выделено маркером. Да, выделено. У меня просто тут всё примечание кругом. Есть такой документ приведён, стратегический, между прочим, основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года. И там пункт А стоит, что механизм должен быть предупреждение сокращения образования отходов, а также через запятую предотвращение образования отходов в источнике их образования. А источник образования это у нас люди либо юрлица. То есть, соответственно, если с юрлицами там это отдельная система работы, так с людьми-то уж куда там проще. Вот что как работать с людьми и с юрлицами, мы этот вопрос перекинем Ольге Мамоновой после короткого перерыва. Что мы будем делать с мусором? Такова тема нашей сегодняшней программы «Урбан». И эта же тема завтра будет обсуждаться на дискуссионной площадке «Так-то да». Площадка пройдёт в библиотеке в Нигерцена с 15 до 18 часов. Она открытая, каждый может прийти. И до перерыва мы задавали вопрос о том, собственно, как поступать с частными лицами и с юрлицами, почему платят, не платят за мусор, готовы ли сортировать. ПАС принимает Ольга Мамонова. Ольга возглавляет предприятие по сбору макулатуры. Честно говоря, для меня это до сих пор ещё призрачная такая история. Я видела два ларька в городе Кирове, раскрашенные под дымку. И очень простые, совершенно простые ларьки, но совсем не рядом с моим домом. Один я видела на площади Конева, кажется, а второй, не помню, где. В Каминтерне. В Каминтерне. А ещё один есть у Гринхауса где-то. На Ленина. Понятно. Ольга, расскажите, пожалуйста, про своё предприятие. Действительно ли люди приносят сдавать макулатуру, сколько это стоит, будут ли у нас распространяться эти ларьки по городу, какие у вас планы? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что люди даже обращаются, очень часто звонят председатели ТСЖ и просят прямо вот установите нам эти контейнеры. И действительно мы готовы, вот не только мы, но и другие предприниматели, которые занимаются таким видом деятельности, как приёмка вторсырья. Но мы на сегодняшний день столкнулись с законодательными барьерами. У нас на территории Кировской области было принято постановление 2 февраля 2018 года, согласно которому приёмные пункты признаны объектами, связанными с предпринимательской деятельностью. И в связи с этим предоставление мест размещения объектов таких без предоставления земельных участков возможно только через аукцион. То есть если согласно 1300 постановлению правительства можно брать именно места размещения и избегать вот этих вот аукционов, да, то есть мы участок весь не берём, мы просто пользуемся вот этим вот местом, то наше местное законодательство ужесточило эту норму и мы вот вынуждены будем выходить на аукцион. Мы полагаем по нашим расчётам в городе Кирове, исходя из количества жителей, необходимо установить от 35 до 100 вот таких вот пунктов. И в апреле этого года мы встречались в администрации, города разговаривали, да, администрация признаёт значимость проблемы, но пока административные вот эти барьеры убирать, судя по всему, не стремится, потому что нас обещали пригласить продолжить разговор, но вот пока господин Печёнкин не нашёл для нас места в своём плотном графике. Дмитрий Печёнкин, отдел богоустройства. Да, да, именно вот он пошёл нам изначально на встречу, это было организовано при огромной поддержке Вятской торгово-промышленной палаты, членами которой мы в скорости надеемся стать, они нам оказывают всяческую помощь в решении этих вопросов, но тем не менее, как говорится, ВОЗ и ныне там, то есть мы эту проблему пока решить не можем, но мы к этому стремимся. Я думаю, что установка приёмных пунктов, она как раз-таки будет одним из рычагов, такой своего рода мотивации для жителей формировать привычку сортировки мусора, потому что за это люди будут получать деньги. И когда мы привыкнем элементарно на возмездной основе отделять пластик, бутылку, то есть платить люди, грубо говоря, сдавать за деньги, не будет, всё равно ты будешь разбирать этот мусор для того, чтобы часть сдать, часть выбросить. Это и большое подспорье, допустим, для людей с небольшим доходом, да, прямо скажем, вот мы все помним, так опять же, это благодатная почва, понимаете, вот наше российское сознание, потому что в Советском Союзе это было повсеместно, ещё в начале 2000-х это было, мы все к этому привыкли, мы все знаем, что это такое, и для нас вот это вот то, что должно быть. То есть никакого противодействия, в отличие, вот как мне кажется, от каких-то там санкций, это не вызовет, это будет воспринято в благодарности. Вот я хочу заметить, что... То есть, скажите, вы выступаете не за программами слежения и штрафами, а за то, чтобы были организованы пункты приёма раздельного сбора мусора, там ПЭТ отдельно, макулатура отдельно, железо и так далее, алюминий и так далее, и люди сдают и получают деньги за это. Человека самостоятельно, чтобы он сам пришёл к такому решению, что ему это нужно, чтобы он понимал, какой для него будет экономический результат в связи с этим. А дальше макулатура, это куда у вас отправляется? Макулатура направляется на последующую переработку. Это в Кировской области или вы за пределы её вывозите? Ну, вы знаете, у нас в Кировской области очень тяжело с переработкой. Вообще никак у нас переработка в Кировской области. Вот у нас, кстати, огромная проблема со стеклобутылкой, вот раз уж мы затронули эту тему. Вот у нас в Кировской области ежемесячно завозится порядка 6 миллионов бутылок. Представляете, это около 2000 тонн стекла. На переработку направляется около 2-3%. И это при том, что у нас на территории Кировской области ни одного стеклоперерабатывающего завода нет. У нас в России всего их два. Да. Куда этот стеклобой девать, вообще непонятно. А на вторичной бутылке у нас работает только один завод. Всё. Завтра руководство скажет, мы не хотим на ней работать, потому что действительно это экономически не так уж и выгодно. Это вятич принимает обратно свою бутылку. Проблема в том, что в Советском Союзе была унифицирована бутылка, и её, собственно говоря, туда-сюда крутили. Там и страна была одна. Там один производитель был. А сейчас 100-500 видов этих бутылок, и непонятно, что чем подходит. Укрупные производители перешли на одноразовую. Вот практически все. Вот Балтика, Хеникин, они все уже на оборудке не работают. Поэтому что с тем нечем? Однажды за пределами страны столкнулись с интересной ситуацией. В магазине попытались купить алкогольный напиток. Нам на кассе объясняют, что вы не можете купить алкогольный напиток в стекле, так как вы не принесли назад такую же стеклянную бутылку. А мы из-за языкового барьера долго не могли понять. Думаю, господи, что вам нужно? То же самое происходило у нас в Испании. То же самое у нас происходило в Испании с безалкогольными напитками, тоже в стеклянной бутылке. Нам объясняла испанка на испанском, которым мы не владели, что вот она мне улыбается. Она мне показала, что типа давайте я вам перелью, вот это вот значит выпейте, потому что мне нужна бутылка обратно, иначе вот как-то так. Это очень правильно, потому что бутылка стеклянная – это единственная вещь, которая практически вообще не разлагается. Она лежит, 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 лежит. То есть если пластик хоть вообще распадается на какие-то там составные части, хотя тоже это очень спорный момент, что он не разлагается, там до молекул распадается, а стекло вообще нет. Вот мне ответила нам всё-таки Ольга, ушла от ответа, куда везёте вы макулатуру, где её перерабатывают и во что. Ну, заводы, переработчики. Из неё можно ведь сделать всё, что угодно. Нет, вы знаете, где у нас ближайшая перерабатывающая макулатура завода? Кировская бумажная фабрика у нас есть. Она принимает. Волжске под Казани. Мурыгина. Волжске под Казани. И скажите, пожалуйста, они принимают любую макулатуру? Как это вообще всё происходит? Как ваш пункт-то работает, расскажите. Нет, вы понимаете, макулатура, она бывает разных видов. И мы работаем только с пятым классом опасности. Что это такое? Это не загрязнённое никакими бытовыми веществами. Ну что это такое? Вот листочки у нас распечатанные здесь лежат. Вот ваши архивы, газеты, журналы. Я, кстати, хочу обратить внимание, что с 2019 года у нас запрещается захоронение на полигонах большинства видов макулатуры и стеклобутылки. И что? И всё. А приёмных пунктов нет? А приёмных пунктов нет, да. Вот этого всего нет. Да, и эту проблему надо комплексно решать. Из терсхемы, то по цифрам, которые здесь озвучены, 33% составляет макулатура в морфологическом составе твёрдых коммунальных отходов. То есть вы когда изучали вот эту терсхему, вы обратили внимание, что в ней не заложены заводы по переработке и мусоросжиганию, например, и мусоросортировка-то на входе предусмотрена? Мусоросортировка предусмотрена, да, под Чепецком, где-то ещё-ещё. Ну, я скажу так, то есть мы уже тоже как-то говорили с одними товарищами на эту тему, что если хотя бы будет сортировка, да, хоть где-то, не на полигон будет увозиться, всё равно будет выход 15%, но это всего лишь 15% от общего объёма. Я помню, что нам Сах рассказывал, да, Михаил Шехов приходил и рассказывал, что на первоначальном этапе должна быть вот эта сортировка, и на первоначальном этапе в Кировской области просто на разные полигоны будут отвозить макулатуру, будут отвозить стекло и будут отвозить вот всё остальное. Пусть пока полежит. Ну, вопрос, кто платит за эти полигоны, да, и с учётом того, что на полигонах такие запрещено размещение определённого вида. А я ещё хочу сказать, что, главное, стекло или пластик будет мокрый, например, или там в органических остатках, то это можно отмыть, переработать. А если, например, макулатура, не даст Ольга соврать, будет в органических остатках, то переработать сложно. С ней ничего не сделано. Давайте сейчас расскажем ещё про опыт всё-таки о вятке без мусора. Настя, вы же в курсе, да? Расскажите, что вы делаете. Да-да-да. Значит, ну, у нас началось всё с местечкового такого способа собрать людей, да, и как-то с этим торсерьём что-то сделать. Просто стали проводить акции среди населения. Мы рассказывали, как нужно сортировать, на какие фракции. Искали как раз предприниматели, которые принимают различные виды отходов. И, собственно говоря, в определенный день собираемся, люди нам приносят то, что они там намыли, причём мытое всё, сортированное. Где? Где вы принимаете? Как правило, всё в Дворце молодёжи. Что вы принимаете? Значит, сейчас принимается вообще всё, практически то, что можно переработать. Это стекло, это все виды пластика, которые можно переработать, а их пять. Макулатура, жестяные банки, алюминиевые банки, ну, то есть плёнка, ну, то есть вообще всё абсолютно. Кроме поливинилхлорида. Да-да-да, ПВХ, да, естественно. А что с этим ПВХ, кстати? Я тут внимательно читала, у вас выложено ВКонтакте, в вашей группе правило сдачи вторсырья, так скажем. Ну да. А почему ПВХ не принимается и куда его девают? Ну, вообще поливинилхлорид, если говорить о бытовой упаковке, мы же в основном работаем с бытовой упаковкой. То есть вот человек купил в магазине набор потребительскую корзину, всё это съел, а как бы тару помыл, нам принёс. То в ПВХ мало что пакуют. Во-первых, потому что он очень же токсичный, и в него вообще, в принципе, продукты-то нельзя паковать. Если пакуют, то это наказуемо. А так, если говорить про плёнку, которая, не знаю, в огороде, садово-огородной, просто её очень токсично перерабатывать. Поэтому переработчики не стремятся вообще её брать. В доме молодёжи сколько раз в месяц? Один раз. Один раз в месяц вы принимаете стекло, пластик, макулатуру? Да, жестяные банки алюминий. Жестяные банки алюминий. Кто эти люди, которые носят вам вторсырьё? Я знаю двух таких. Мы уже сказали, в нашем офисе, в большом холдинге, я обнаружила двух таких. При том, что один из них прямо рьяно мне советовал эту тему. Я вам скажу, почему. Это генеральный директор нашего бизнес-подразделения, газета «Бизнес-новости», «Шефтайм» Датяна Завялова. Я к ней подходила и говорила, что у нас тут предстоит такая тема. И, между прочим, вы тут, я смотрю, макулатуру собираете, а мы всё ещё нет, наша радиостанция. Я, кстати, собирала полтора года макулатуры, меня все за это ругали. Да-да-да, я помню, да. Значит, а ты куда-то вывозишь? Говорит, я вообще считаю, это моя позиция, я сама организовала. Вот мы здесь, значит, всё собираем, потом мы, значит, звоним. У нас тут вывозят. Я сама хожу до молодёжи, каждый месяц сдаю клубы, и, между прочим, видела вашего звукорежиссёра, там, Алексея Коршунова, что он ходит и сдаёт. Я Лёша поймала на улице, говорю, Лёша, ты ходишь и сдаёшь, значит, вторсырьё. Лёша такая, значит, паузу выдержала, сказала, ну, это вообще-то инициатива моей жены, при этом она сидит дома, я несу вторсырьё, говорю. Но, значит, это большие беседы с детьми, это вот целыми семьями приходят и сдают вот это вторсырьё. Людей больше становится или как-то вот эта стабильная группа, которая сдаёт? Нет, больше, больше и больше. То есть вот у нас там сейчас около двух тысяч человек в группе, если честно, мы никого туда не звали. Мы бы, знаете, если честно, были очень рады и счастливы, если бы в нашем городе работала система родильного сбора, мы бы не занимались этим, вот честно. У вас ведь это не бизнес-проект, насколько я понимаю. Нет, это не коммерческий проект, который как раз объёмы от вторсырья как раз хватает, чтобы покупать мешки для вторсырья. У вас сработают как раз с тем самым сознанием населения, которое полнит советские времена, но сейчас не готовы этим заниматься. Потому что почему? Потому что базы нет. Потому что ферментурии нет. Возможности нет. Вот иногда идёшь по городу, ты несёшь мусор в руках. Вот действительно, у тебя нет урны, да, просто. Когда нам говорят, давайте соблюдать чистоту, ну, извините, вот с липкой обёрткой от мороженого, но не многие из нас пройдут, да, по 3-4 квартала. Очень многие хотели бы, чтобы работали синие-жёлтые бачки у них, и они вечно задавали нам вопрос, почему они не вывозятся. Но мы-то откуда знаем, почему? То есть мы сами спрашиваем. Люда Сах давно сказала. Они же первые запустили эту историю много-много лет назад. Ну да, это дурак. Но это некуда вести. В том-то и дело, что нет переработки. И за эти долгие годы, вот мы сколько там работаем, 7 лет радиостанция работает, 7 лет мы с Сахом об этом говорим, 7 лет поднимаем тоже эту тему. Люди готовы, кстати, те, кто нам звонят, они готовы, хотят сортировать, хотят, чтобы это всё перерабатывалось, но нет переработки. Ну, так скажем, знаете, есть возможности, есть возможности и агломерат делать, и гранулировать там, и хотя бы просто прессовать, отправлять за пределы региона. Где есть возможности? У нас в Кировской области есть те, кто прессует. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать по секрету, что у нас очень неблагоприятный регион с точки зрения давления налоговых органов. То есть, да. Чтобы организовать такой бизнес. От нас предприятия просто убегают перерабатывающие. Вот мы даже, занимаясь на основе патента услугами по приёмке вторсырья, вот на нас сейчас оказывают давление и просят уйти с патента и перейти на упрощённую систему налогообложения. Потому что им кажется, что мы вообще не должны ни приобретать, ни продавать. А как мы должны, что делать в этих пунктах, я не знаю. Вот мы их откроем, сядем там и будем думать, как нам работать. Потому что доходит просто до маразма. То есть, да, у меня есть решение налогового органа. Сейчас, конечно, в суд пойдём обжаловать. Но вы понимаете... Что вы закрылись? Или что вы перешли на упрощёнку? Перешли. Но вы представьте, у нас цены на авторсырьё, они могут скакать в течение года несколько раз, в разы вверх и вниз. Для того, чтобы работать на упрощёнке, у тебя должен быть стабильный доход. Ты должен каждый квартал какую-то сумму зарабатывать. Расскажите, пожалуйста, сколько стоит килограмм макулатуры сейчас в приёмке? Ну, где-то от трёх до пяти рублей. От трёх до пяти рублей. А сколько стоит в приёмке килограмм бутылки? Ну, где-то семь, семь, восемь. А стеклянные 50 копеек. Нет, стекло... Это одна бутылка? Ну, одна бутылка. Нет, килограмм. Килограмм, 50 копеек. Да, почему килограмм? Это вы где-то... Ну, это вот, видимо, с нами так работают, знаете, невыгодно. Да, вы как-то приходите к нам. Ну, вы же просветительской работой занимаетесь. Да, 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 все вам деньги вообще. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Программа «Урбан» продолжается. Светлана Занько, Дарья Тепузлеева в студии. Анонсируем мы круглый стол завтрашний, что будем делать с мусором. По пути сейчас во втором часе разбираемся с бытовыми отходами, которые у нас образуются дома, и пытаемся выяснить, готовы ли люди к тому, чтобы сортировать свои отходы. У нас в студии Анастасия Скурихина, директор фонда развития территории земля жизни, и Ольга Мамонова возглавляет предприятие по сбору макулатуры. Я хочу рассказать вот свой опыт на уровне изменения сознания. То есть я... Да ты скажи, что мы тоже тут сознание в офисе изменили. На радиостанции мы поставили на прошлой неделе коробки для сбора макулатуры. Касательно органических отходов, то есть у меня в своё время было очень много цветов, и я прочитала, что, оказывается, дома можно самому делать компост, то есть удобрение. Соответственно, те та органика, которую ты дома производишь, есть такие вот кухонные компостеры, ты туда всё это закидываешь, и на выходе получается вот эта питательная водичка, я не знаю, как это назвать, которую можно и в саду где-то использовать, и цветы этим поливать. И я пошла туда, пошла сюда, и нигде их не нашла, и вся вот моя сознательность и инициатива на этом закончилась. Ну, эта история, на самом деле, с переработкой мусора уже даже обсуждения не стоит, потому что все технологии отработаны. Все заводы мусоросжигательные, чистейшие, без выбросов есть. Есть книги на эту тему. Да, путь вот в чистую страну демонстрирует Дениса Старка, Дениса Старка, Настя. Там японцы острова из мусора накатывают, американцы весь мусор, компост перерабатывают, удобряют все свои кукурузные... В Нидерландах делают обувь из гнилых манго. Совершенно верно. Это все есть, но, к сожалению, вот как раз, как мы выяснили в нашей терсхеме, переработка и мусоросжигание не заложено, да, вот заводы эти самые не заложены. Мы видим, что активная работа идет в Москве, мы видим, что там конкретно президент сказал построить 200 мусоросжигательных заводов в Российской Федерации, только не знаем, у нас будет это или нет. Ну, я тут тоже могла прокомментировать про МСЗ. Необходимо ли вообще это делать? Настя, можно спорить, но вот мы приехали из Стокгольма, там СЗ стоит в центре Стокгольма, и вообще ничего в воздух не выдает. Мало того, у них там ездят автобусы, на крыше которых есть специальные генераторы, в которых закладывается мусор, и они работают на топливе, которое из мусора перерабатывается, и тоже ничего не выдает. Это кто делает? Муниципалитет, за свои деньги, да? Где? В Стокгольме. Нет, бизнес делает. Кто это делает? Где-то делает бизнес, где-то муниципалитет, всё разное. Нет, мусоросжигающие заводы. Они для тепла, для энергии. То есть они делаются для энергии, собственно говоря, конечно, можно, чтобы предприниматели это делали. Нет, но это огромные деньги, во-первых, для того, чтобы его построить, нужны просто огромные деньги. На самом деле он себя отбивает. То есть я вот читала про программу «Чистая страна», где предусмотрено пять МСЗ около Москвы и ещё два под Казанью. А это первые два региона, куда правительство направляет деньги, и у них специальные условия. Это Татарстан и Подмосковье. Там знаете, в чём фишка? Там фишка как раз электроэнергии. То есть они хотят что сделать? МСЗ приравнять к возобновляемым источникам энергии. У малых городов построить. Соответственно, эту электроэнергию они продают по совсем другой цене, по зелёному тарифу. По зелёному тарифу. Это правда. Механизмы есть во всём мире. Можно выбрать для себя лучшее и реализовывать, но... Но это не от нас зависит. От нас с вами вдвоём, может быть, прямо сейчас не зависит, но чем больше мы будем об этом говорить и требовать на дискуссионных площадках и так далее, то, может быть, будет зависеть от нас. Я всё-таки стою на этой позиции, что не только сверху всё может решаться. Я, знаете, хотела бы ещё отметить, что у нас на днях Госдумы был принят всё-таки законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ физических лиц на доходы, полученные от сдачи макулатуры, образовавшейся в быту. Ну, конечно, непонятно, почему только макулатуры, почему остальное вторсырьё у нас обошли. Мы тоже со своей стороны подготовили законопроект, чтобы и другие виды вторичного сырья бытового можно было сдавать без обязанности по уплате НДФЛ. То есть для граждан это тоже возможно, какой-то мотивацией дополнительной будет. Хотя всё-таки следует отметить, что, наверное, никто у нас от этого НДФЛ никогда и не платил. Вот я хотела сказать, что, мне кажется, даже никто не знал, что он должен платить. Слушайте, мы всё время тут говорим о том, что менять сознание граждан, заботиться о гражданах, снижать им тариф, чтобы они сильно не разорились на вывозе мусора и так далее. Вот, заметьте, мы по сегодняшней программе, два часа идёт Урбан, и не первый раз мы посвящаем его мусору, и люди не звонят. Когда начнутся звонки? С 1 января 2019 года. Придут платёжки, и с каждого члена семьи будет платить по 150, например, рублей. Вот и считайте, у нас в среднем в Кирове средняя семья — это 3,7 человека. Умножьте это на 150 в Кирове. Там в области будет разный тариф. И вот столько вы будете с 1 января платить, и тогда начнётся. Было 35, стало 350. Да, вот тогда начнутся звонки. Тогда начнутся звонки, а ведь обсуждение, изменение в территориальную схему, обсуждение тарифа вот сейчас идёт. В этот момент, завтра Куприд, территориальный оператор, будет подавать документы в комиссию по тарифам Кировской области. В ноябре где-то его должны уже будут принять. И всё. А вот здесь у нас Роман Титов тут как раз говорил, что, товарищи, у нас вот тариф по мусору один из самых высоких в стране, который обсуждается. Я хочу ещё отметить, что это ещё благодаря тому, что, видимо, слава богу, терсхема написана на нормах Министерства ЖКХ РСФСР 82-го года. Красно. И там написано, что количество мусора, значит, полтора кубометра на одного человека там при плотности такой, то есть 300 килограмм. А на самом деле, по факту, один человек уже 450 килограмм мусора производит. Не, ну по факту никто не считал. Ну, кстати, нет, у меня вот есть статистика. У меня есть статистика, я порылась, нашла. Вот по статистике каждый житель России ежегодно выбрасывает 150 килограммов органики, 65 килограммов пластика, 10 килограммов металла, а также 100 килограммов бумаги и картона, плюс ещё 80 килограммов стекла. И 100 килограммов это разный, крупный мусор, обувь, мебель, то, что вот некуда отнести. Мы о чём говорим, граждане, слушатели нашей радиостанции? Мы вам о чём говорим? Тариф будет, мусорная реформа будет. Вот каким будет тариф, как будет мусорная реформа в Кировской области осуществляться, зависит в том числе и от вас. Вот для этого завтрашняя дискуссионная площадка, для этого наши эфиры постоянные, для этого эксперты, для этого активисты. Так вот, когда происходит опрос, вот уже Даша на него ссылалась, опрос ОНФ о том, что 20% кировчан сортируют мусор, а ещё 40% сказали, что скидка на оплату услуги по вывозу, утилизации твёрдых коммунальных отходов была бы серьёзным аргументом в пользу сортировки. То есть вот есть тариф общий, но если вы сортируете, ваш дом сортирует, вы платите меньше. Вот это вообще никак, вообще никуда. А вот этот механизм, он должен быть разработан, просто должен быть, иначе у людей вообще не будет никуда. Это один механизм. Второй, о котором Ольга говорила, что вы идёте со своим вторсырьём напрямую, в пункты приёма, и издаёте. То есть мы же прекрасно помним, что дети бегали с бутылками из-под молока, из-под лимонада в магазин. Тогда встаёт вопрос, Светлана, а за что платит человек, который платит... Вот я, например, сортирую, и у меня получается одно мусорное ведро за месяц. За что я буду платить эти 450 рублей за трёх членов семьи, которые прописаны на моей квартире? Если мы делаем одно ведро в месяц, а они пишут, что я делаю полтонны в год. Это не так. Это ты, Настя, знаешь? А наши слушатели не задумываются пока, что... Они не задумываются, что они будут платить за какие-то нормы, которые вообще непонятно, когда утверждены. Откуда взялись, и не соотносятся с действительностью совершенно никак. Ну, я вот скажу, что 20 лет назад, когда больше уже, 22 года назад... Нет, 20. Я была когда в Канаде. Меня очень веселила семья, в которой я жила. Я не понимала, зачем они замачивают посуду в отдельной раковине, её там, значит, моют со средством, потом споласкивают. Когда можно просто включить кран, я ещё такая... Ага! А у нас-то в России вода в доступе, лей сколько хочешь. Я серьёзно очень над этим даже издевалась, когда там говорила. Я не понимала, зачем у них там вот это тройное ведро вот сюда, значит, эту щепочку, сюда, значит, фольгу. И они мне всё время говорят, нет, Светлана, вот, пожалуйста, упаковочку от йогурта вот сюда, пожалуйста. Я думаю, боже мой, какие же родонимы. Вот вам заняться нечем. Это же надо, думаю. Живут в своём коттедже. Хотелось бы к этой теме тоже немножко там затронуть, но мы уже, наверное, не успеем. А вот это всё делают. Это было 20 лет назад. Вот на каком... Как быстро потерялось советское сознание, когда я сама ходила маленькая и сдавала стеклотравуру, старую, и мы сдавали макулатуру, и у нас там были отдельные для помоев бачки, отдельные для оставшегося мусора. Всё же это действительно было. Я к тому, что... И только финансовые механизмы, и, кстати, там соседи друг за другом следят. Не дай бог ты свой мусор выставишь не в 5 часов вечера, и он там простоит больше двух часов, например. Всё, там уже сразу же в муниципалитет. Зынь! И вперёд. И понеслась. И никто не будет выставлять мусор. Я сегодня уже приводила пример по улице Луганской, проедьте, господа, вот сегодня проедьте по улице Луганской и посмотрите, это город Киров. Какие горы! Горы мусора там. Так вы хоть зазвонитесь в муниципалитет. А это люди не заключают договоры на вывоз. Никто не приедет. Люди не заключают договоры на вывоз. Договоры заключены. Всё было хорошо. Бац! Все контейнеры убрали. Во всём посёлке. Вот у нас превентивная мера. Выяснили почему? Да. Администрация сказала, у нас нет денег убирать то, что вокруг контейнеров. Это по неофициальной, конечно, версии. По официальной они сами написали протокол от жителей посёлка Садаковский. Одна из сотрудниц теруправления Октябрьского написала протокол, подписалась за нас. Они направили в Кировмонтаж уведомления к подрядчику, что мы, видите ли, сильно возражаем, что у нас там мусорные контейнеры. Всё, у нас нет. Мы живём с мусором. А вот так. Вот я пишу в прокуратуру. У нас убрали их в сентябре или в октябре прошлого года. Вот я до сих пор упорно пишу в прокуратуру. А мы просортировали. Мы просортировали. Так вот смотрите, у меня частный дом. Я должна что сделать? С 1 января буду. Купить три контейнера. Для кого? Вот у нас сейчас там Садаковский обслуживает только САХ. 30 секунд до завершения программы. Да. Три контейнера на улице, три контейнера дома. Как? Кто это будет делать? А САХ ещё и не будет региональным оператором. Кто его возить будет? А у вас САХ, да? Вот сейчас вывозят у всех САХ. Будет куприть. Но САХ будет, наверное, по суп... Суп подрядчикам. Хотела сказать, супер подрядчикам. Мои три контейнера вывозить. И я все три буду оплачиваться. Вот смотрите, я не знаю, будет ли завтра, возможно, дискуссия в таком режиме, когда можно будет друг другу пас отдавать. Потому что тогда нужно брать один маленький доклад и его со всех сторон. Мне кажется, посади Игоря Васильева завтра и три часа его со всех сторон бомбили бы вопросами и требовали от Игоря Владимировича цифр инвесторов предъявить прямо сейчас, там завод построить послезавтра. Всё бы вот это вот сделать. Но, по крайней мере, вот все представители власти, которые будут завтра, и в том числе там будет, кстати говоря, куприт в лице Ирины Тороповой, Ирины Тороповой, они выслушают всё, что мы скажем. Но вот, к сожалению, Ольги там с Настей не будет. Но мы для этого, собственно, вас сегодня пригласили в эфир, потому что эфиры наши, я знаю, и слушают, и читают, и понимают, о чём люди говорят. А к вам, слушатели, ещё раз обращаюсь. Значит, 1 января не за горами. Проявите сознательность. Включайтесь в этот процесс. Включайтесь в этот процесс. Поймите, что двигаться по программе мусорной реформы будем все вместе. В Кировской области к ней очень много вопросов. На всех абсолютных этапах. Но у кого-то бытиё определяет сознание, у кого-то сознание в итоге определит бытиё. Всё это, безусловно, взаимосвязано. Мы будем продолжать свои эфиры на эту тему и в программе «Урбан», и в особых мнениях, и в дневных разворотах. Благодарим компанию «Куприд» за то, что поддерживала «Урбан» в течение вот этих двух месяцев. Для нас это было очень важно. «Куприд» — наш партнёр в программе «Урбан» был. И «Куприд» же является региональным оператором в Кировской области. Напоминаю, что это компания 60%, которая принадлежит муниципалитету. На самом деле, и у нас к ней тоже будет много вопросов. И по территориальной схеме, и по вывозу. Мы без них никуда. Абсолютно благодарим наших экспертов сегодняшних. Анастасия Скулихина, директор фонда развития «Территория земля жизни», и Ольга Мамонова возглавляет предприятие по сбору макулатуры. Светлана Занько, Дарья Тепузлива, программа «Урбан». Да, я только хочу сказать, что расшифровка этой программы в этом уже номере источника новостей не будет. И не будет в следующем, и в фазоследующем, в связи с тем, что компания «Куприд» не поддерживает больше этот проект с июля месяца, но всё равно наша благодарность безмерна. На сайте вы программу всегда можете найти. У нас на сайте эхокирова.ру Урбан. Программа о городских проектах.